Без разницы. Так, включить звук. Да. Пусть музыкой будет. Опции. Помощь. Элемент управления 4.6 или джойстик влево-вправо. Повернуть налево-направо. 8.5 или джойстик вниз. Низкая скорость. 8.5. Нет смысла на него нажимать. Так, ну на крутых разворотах может быть и есть смысл. 2 или джойстик вверх. Высокая скорость. Но это самое то, что надо. 9. Изменить вид. Цель опередить соперников и добиться лучшего времени в различных игровых режимах. Гонки и чемпионат. Игровой режим гонки позволяет улучшить свои предыдущие результаты. Вы можете сделать вызов другу и побить рекорд. Но я играл в эти гонки. Я потом расскажу о них. Игровой режим чемпионат дает вам возможность соревноваться с лучшими мото-байкерами мира. Чтобы получить новый байк и маршрут, вам нужно выиграть чемпионат. Докажи, что ты лучший. Отправив свои очки на наш онлайн сервер. Я там никакие очки в сервер так не отправлял. Я так-то проходил эту игру. Об игре. Гран-при Байкерс 3D. Версия 1.2.8. Исполнитель-продюсер Крис Хэтт. Руководитель проекта. Альфонсо Лева. Руководитель отдела разработки. Фернандо Тараджато. Разработчик. Франциско Гарсия. Руководитель по графике. ФСО Мартинез. Графика. Давид де Паскова. Контроль качества на этапе разработки. Энрике Фернандес. Кстати, знакомая фамилия. Дамьян Корея. Музыко-звуковые эффекты. Чоа Куин. Моральс. Выражаем благодарность всей команде Play. Вырастим. 3w.playv.com. Copyright Play. Вариус. SLU. 2006. Все, помощь. Здесь я читал. Опции. Управление. Да, я читал. А это опция. Вот чемпионат. Опции. Помощь. В игре. Выход. Да. Все прочитал. Гонки не интересны. Чемпионат. профессионал сблокирована эксперт заблокирована только любитель здесь honda rc2 остальные мотоциклы заблокированы 4 мотоцикла здесь можно выбрать национальность так как я помню что россии это из италии могу выбрать италию или допустим ближе к нам стране который что-то там ближе китай германия даже по-моему китай ближе будет так ладно я не буду изменять национальность пусть будет италия тем более то никакого значения имеют вот тут уже более-менее адекватные гонки но тоже есть свои нюансы такие вот вот эти вот нюансы принорвится просто на верши ознакомился здесь по кругу 1 гонки по кругу потом я покажу как назывались где проводились эти вот гонки просто чтобы не тратить время я не буду рассказывать так насчет гонок обычных после того как открою всех все виды мотоциклов и и открою места где будут проводиться гонки после этого только смогу сыграть в гонки вот с какими вот очками я допустим что открыто допустим у меня да вот вначале у меня только круг стадии круга и желтый мотоцикл далее идет у меня ну и все на первом этапе у меня все заблокировано в гонке такой смесь я прошел гонку до гонок ну и всегда здесь будет получать 10 очков я проходил до конца этой игры здесь нельзя настроить сложность игры но сложность добавляет вот сама дорога сложность добавляет чуть-чуть замедлиться можно было но здесь если приноровиться то можно нормально сыграть здесь да я даже по-моему когда много играл на качестве знакомления то какой-то способ прохождения нашел особое постоянно держал вот эти вот лево вправо постоянно держал и проходил аккуратно здесь в росте все вот здесь еще что плохо если вы тишь за пределы то игра заключит и придется выйти что вы и сана зайти гонки же в чемпионат не в гонке в чемпионат потому что здесь такая графика не совсем вылетаешь просто в пространство какое-то но здесь не так сложно потому что здесь как бы он искривленного кольца в легкую искривленное кольцо поэтому не так сложно дальше будет сложнее я прошел один вид кольца здесь другой вид кольца а вот это вот уровень мне кажется даже несколько раз повторяется и следующий раз она должен должна тоже повториться здесь аккуратно здесь скорость можно понизить пытаясь понизить скорость чтобы но уже поздно но уже поздно не значит не совсем как-то удается здесь можно пролететь допустим игра дает такую возможность мим пролететь но если дальше улетишь то уже не вернешься будет в пространстве парить не смысл наверху а смысле вот эти вот этот лес там не знаю чего там будет постоянно мельтешить а своего мотоцикла так и не увидишь а а а а а а а а а надо было выровнять цикл каким способом это сделал так что аккуратно стал проходить потом даже не снижая скорости но как я это сделал я не совсем конечно понял я просто держал оба кто-то вот так вот держал примерно я все на финишный а тут 33 круга еще троих надо обогнать вот примерно так держал сейчас неудачно это было здесь не совсем удачно сделано версия тоже не ахти какая нет музыки тоже есть музыка начали она слишком мало играет вот эти вот тоже притормаживание здесь можно переключить допустим на девятку нажимаю переключаю еду но это не совсем удобно очень неудобно сеть мне даже не джава игру какой-то напоминает а не знаю что там как вот скорость нет такого совершенно другая игра не джава вот видим спина своего врага кстати он на хороший мотоцикле едет третий мотоцикл каждый мотоцикл крану пронумерован здесь допустим получил третий мотоцикл получил там четвертый мотоцикл вот я уехал за пределы мог еще дальше за пределы и тогда бы тогда бы игра заглючила надо было бы выйти чтобы пройти дальше игру и заново надо было проехать этот путь он сохранил конечно вот эти вот где сейчас я нахожусь но я сначала бы начал гонку здесь нет такого что допустим нажал паузу и пошел пить чай или там куда еще а потом вернулся и дальше продолжим с того места здесь такого нет здесь надо проходить если не прошел то выйти и пройти этот круг заново в режиме гонки в режиме гонки там почему было написано что можно соревноваться с другом на лучшие очки а а а там есть такой момент от вторым мотоцикл а из такой момент что а а а а а ты проходишь круг а как положено кашки показывать видео как ты проходишь круг со всяких ракурсов сверху с колёс но может быть один пойду какой-нибудь круг да все прошел все 40 очков и это значит что я получил байк поздравляем вы выиграли чемпионат и поздравляем вы выиграли чемпионате очки 40 время 12 37 и нас минут 7 секунд вы открыли новый байк yamaha usr м1 вы открыли новый чемпионат профессионал теперь чемпионат был любитель стал профессионал теперь же один байк открыт это yamaha usr м1 вот у него газ помощнее будет скорость побольше но сцепление поменьше но очень крутая версия лан здесь я изменю себе сыграя с кого великобритания так италия испания австралия китай германия давайте за германию вот видите вот второе же у меня номер два номер мотоцикла 2 надо боль так рад не кажется удобно я всеми тремя прокатился кстати я начиная с первого круга с кольца первый круг это кольцо я потом покажу из названия и но отзывы конечно об этой игре было не совсем хорошие я все равно скачал я думал это просто 3d версии гонок moto gp наказ это совершенно другая игра видимо gp bike здесь все не живое хоть и 3d но допустим тот же 2d версии там более живые были персонажи цикл тоже был более такой вот анимация была проработана здесь как анимация не проработана обычная анимация анимация let's go let's go let's go let's go let's go let's go ну это кольцо которое чуть-чуть погнули с трех сторон из четырех скорее всего с четырех дипи байкерс вот здесь горы например да вот уже что-то из мои старые игрушки java старом мобильном телефоне вырисовывается а третий круг а второй круг 3 позиции вниз спускается еще блин вот не люблю этот допустим сделаю так чтобы допустим можно было пихнуть врага или допустим за столкнулась бы то упали все неживое конечно давно не играл в мобильном телефоне мото чипи который у меня там было установлено много лет назад но там если врежешься стоп то 3 3 кольцо уже усложненное по моему даже сплющены вот если допустим врежешься в стоп то за мотоциклом бежишь когда финиш подъезжали он поднимал руку и тряс что он победитель что он молодец даже если проиграет там он все равно трясет руки что до финиша дошел и членами с 4 нажал единиц вот уже читал стал чувствовать вот это вот когда два пальца одновременно держу и это так и без этих аккуратно более-менее часто чувствовать в этот момент раз у меня получалось конечно получится и дальше так но здесь чисто пройду я вижу что чисто здесь ударить на ну какой-то неповоротливым так еще троих как всегда вогнать на третьем кольце фут что там было написано рекламный щит мультяшным этим мультяшной картинкой еще что такое ты особенно заметил столбы вот эти вот с машинками и какой-то особый столб лан приехали так это четвертый по моему другое кольцо совершенно другое кольцо вот я выехал за пределы но мог еще дальше выехать за пределы и тогда бы пришлось пришлось за на проходить это место это кольцо он запоминает игра запоминает только до того места до который ты дошел а потом выходишь это место сохраняет в памяти до который дошел а дальше надо будет пройти следующий уровень вот это на котором допустим здесь остановим остановился допустим и решил выйти заходишь уже не на этом месте где остановился начинаешь сначала но то кольцо на котором ты ехал вот так вот это сам кстати четвертый мотоцикл четвертый зелененький для звука конечно очень мало допустим если бы чисто проезжал то никаких звуков здесь бы не было вот а музыка здесь конечно звук точно звуковые эффекты чисто когда врезаешься в столб так мы всех обогнали это не лучшие это совершенно не лучшие игры но почему я решил пройти потому что мне захотелось пройти гонки я вспомнил эту игру в обычном телефоне было и есть нашел ту версию нашел совершенно другую версию и здесь она плохо она в общем не играми вот на андроид версии через эмулятор а допустим если скачать на мобильный телефон играть на мобильном телефоне то вполне может может быть что играбельно здесь расширение 128 на 128 в обоих случаях настроен было мною мною 128 на 128 так что ну я посмотрел там настроил на 320 просто шрифт меняется поменьше будет ну и соответственно картинка которая там будет в старой версии уменьшена ну через эмулятор а в новой версии в которой я сейчас играю ну в принципе никакой разницы не должна быть это не запускал ее в увеличенном формате просто из-за воспоминаний то что хочется показать кстати CRV там было написано CRV S английская rb может быть и табличку food почитаю и еще дополнительно там картинка была врезались да и гид и эстонист другой страны притормаживал у меня ну можно сказать что я играть не умею в эту игру блин можно научиться допустим я научился играть в старой версии мото джипи здесь я сколько прохожу допустим снижая скорость ничего нет слишком поздно снижая а вот сейчас вовремя был так финиш еще один круг остался следующий круг начнется такой вот весь зигзаговский постоянно и направление начнет показывать совершенно не туда потом что потом начинает путать меня и я поэтому направление начинает двигать хоть и вижу что направление не совпадает так я просто на интуицию повернулся и оказался прав на интуиции у нас в а 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 не прочел деревьев можно сладиться деревьев нарисовали нет ни зигзаговский по-другому рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-р-2 о-и-к еще где-то сервис читал рок-рок-рок-рок. может сейчас почту Нажимаем единиц случайно. То, что случайно на единицу нажимаю, то что ли? С кнопками не особо дружу. В смартфоне. Это, блин, опять вот. Ничего не смогли придумать. Просто гонки. Ничего особенного здесь нет. Попытка сделать гонки. Ну все, я выиграл. Поздравляем, вы выиграли чемпионат. Очки 660. Время 19 минут 12 секунд. Вы открыли новый байк. Судзуки Трикса. Чемпионат Эксперт. Последний чемпионат Эксперт. Так вот, мы открыли Судзуки Трикса. И один сблокирован. Если, допустим, зайти в гонки, то можно посмотреть, какие гонки есть. Допустим, просто так покажу. Гран-при Китая. Самое первое кольцо было. Второе кольцо. Я чуть-чуть ошибся в форме сердечка. Так. Гран-при Франция. Дальше мы приезжаем. Гран-при Британии. Вот такая вот. Вот. Как бубен ранг. Гран-при США. Это четвертое, по-моему, гран-при. Потом гран-при Австралии. Такая уже сложная идет. Гран-при Италия. Форма такая, конечно, сложновата тоже. Гран-при Испания. Гран-при Японии. Вот все гран-при открыл. Единственный байк не открыл один. Так. Чемпионат. Эксперт. Здесь все эти гран-при я пройду. Так. Ну, теперь выберем, допустим. Америку можно выбрать. Франция. Великобритания. Пусть будет Великобритания. Третий байк, который я получил с номером три. Здесь в начале гран-при Японии и Китай. Китай, по-моему. Гран-при Китай. Это кольцо просто. Дальше в виде сердечка гран-при Франции. Третий. Такой же как у меня мотоцикл синий. Здесь, конечно, можно и не врезаться. Ладно, я переключаюсь на нормальный. Просто неудобно смотреть это все. Вот здесь постоянно вот этот поворот направо. Постоянно. Кольцо. Но она и попроще, поэтому на первом месте. Здесь все идет последовательно. Все эти восемь гран-при. Дальше. 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 Вот что мне нравится в этой версии. в этой версии гонок мне нравится что есть публика есть коры как дипи moto старой игре моей и что нравится но особо такого интерес к нему не вижу особо такого что не особо здесь нравится нравится что допустим можно выходить за пределы иногда но и слишком только выйти то игра заглючит будет постоянно движение никуда и нибудь не будет видно байка вот желтый мотоцикл сам медленный с эти характеристики я не сравнил этих мотоциклов но мы открыли все кольца осталось открыть только мотоцикл здесь все восемь колес мы проедем не будет повтор во втором во втором были повторы в третьем профессионале повторов нет здесь ровно восемь колец и ровно восемь колец мы проедем вот это вот притормаживание за счет того что ударяется на несов не особо влияет конечно а опять этот притормаживание за ударов в другой байк ну блин слишком резко слишком резко здесь повороты риски ну это конец это последний эти стадии мы все пройдем последний круг так 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 резкий поворот вообще застрял застрял обитонку и будет и обстал и не не жил так резко будет а 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 я приближаюсь потихоньку к концу скоро пройду эту игру это не как игра для того чтобы пройти это скорее всего игра для того чтобы показать и эти игры в качестве обзора может быть даже чтобы можно вспомнить насладиться график насладиться графикой вот и например комент эффект активным до sch arab recip имеет это пусть и действие на м Ну и где эти двое? И как всегда, в самом конце финишный. После прохождения третьего круга, как начинается третий круг, эти двое появляются. Здесь можно, да, и так пройти игру. И плохо играя. Здесь нет настроек сложности. Ссылку на эту игру я тоже, наверное, ставлю. Где скачал, покажу. Если тебе нравится, может быть, скачайте, сыграйте. Так. Сорковое еще. Вот тут тоже нравится то, что здесь говорят в начале. Раз, два, три. Три, два, один. Поехали. Гоу, пошли. Поехали. Такой же методик. Такой же методик. Стрелку показывает совершенно в другую сторону. Да-да, вот это самый сложный уровень для меня был. Самый сложный. Самый сложный кольцо. Да иди ты. Можно было, конечно, пройти. с эксперт, там, или с мастера, с третьего. Но тогда бы я не показал, что, допустим, все было сблокировано. Единственное. А вот почему-то она красная стрелка. Здесь. Здесь зеленая. Наконец, прямая. Но ненадолго. Ненадолго. Так, вот сюда. Показать туда. Так, это третий круг. И вот. Начинает показывать совершенно не в ту сторону. Ну и здесь тоже слишком круто это. Зигзаг этот крутой. Все, финиш. Три, два, один. Го! Да, еще. Пару таких вот стадий надо пройти. Похоже. Вот красный вот. Почему красный? В смысле, резкий поворот. И зеленый красный. А вот через эти горы, я сейчас все могу. Повезло. Мог дальше уехать и тогда бы завис. Ну, это опасно, конечно. После того, как стук прошел. Даже хоть не на первом круге. Так, надо поаккуратненько здесь. Раз я вышел, вылетел. То, возможно, придется даже замедлиться. Да, даже колеса не дотронулся уже. Слишком замедлился, похоже. Так, лишь бы не вылететь. Лишь бы не повторить этот подвиг. Так, здесь опасная будет. Развороты. Да, да, да. А, нет, здесь я еще не улетаю. Видимо, этот момент хорошо проехал. Где можно было вылететь. А вот здесь как раз я мог вылететь. Здесь я видел гору. Да, здесь мог вылететь. Так, байк надо как-то ровно держать. Даже посередине лучше. А, блин, все, круто. А, блин, все, круто. Ладно, в описании все будет. Ссылки. Разработчики. Разработчики. Уже пошли. Зигзаговское кольцо. Зигзаговское кольцо. Я на трех держал. Я на трех держал вместо того, чтобы на шестерку. Сейчас на девятку случайно нажал. Разработчики. Я на трех луч. Белого количества. Давай. Разработчики. Теперь мы Brave. Ссылки в описании. Ссылки St 34. Наarn. да кто-нибудь интересы знает получше игр чем эти которые я играю среди java игр по гонкам мне почему-то по гонкам больше понравился асфальт стройку из что называлась можно было скинуть машину вражескую по моему даже очень хорошо прошел ничего интересного для меня нет если допустим не было заглючена игра для эмулятора на андроиде то я бы конечно прошу и это единственный мобильную старенькую так сначала эту игру я подумал что его брат собрат оказался совсем все финиш последний круг дальше наверно не буду показывать или допустим нет один покажу там я открою один мотоцикл и на так цикле гонки покажу проехать какую такую не очень сложная может даже сам первый пройдут проеду сам первое кольцо китай гран-при китая покажу попробую улучшить свой результат допустим ну посмотрим видео она не такая большая так много время занимает посмотрите видео как я проезжал и не может даже выбрать второе кольцо гран-при франции и франции неплохо хотя по аккуратности проще всего будет кольцо гран-при франции то что сам первое и она виде кольца так я снимаю уже час сорок я боюсь что записи становится там есть ограничения по времени придется склеивать если допустим становится будет предупреждение что вот запись остановилась и это обидно придется склеивать конечно это не очень хорошо не очень хорошо склеивать так фишни фишная прямая я решил просто показать обе игры одновременно как одновременно посмотрите на просто с хотел показать старые которую мне в телефоне осталось который мне нравится кстати очень нравится но я не могу скачать не могу перекинуть вообще даже не нашел ее сайт давно уже нерабочий может быть тоже какие тег из поменяла свой адрес инфа на инфа на инфа не скачал да блин я не могу догнать все догнал наконец-то инфа на ски сайт поджал и игру поздравляем вы выиграли чемпионат поздравляем вы выиграли чемпионат очку очки 80 время 26 минут 43 секунды вы открыли новый байк кавасаки ниндзя давайте гонки посмотрим еще раз я открыл новый байк кавасаки ниндзя его возьмем кстати давайте посмотрим характеристики у кого какие самые первые то у нас желтые слабые характеристики уже средние характеристики ямахи скорости больше газ сцепление больше у тут звуки который недавно приезжал здесь единственная большая скорость а сцепление потише и газ но тоже хороший тоже на пределе на максимуме больше на скорость дождяю сюжет есть все дает последний кавасаки ниндзя так есть такой вариант есть такой вариант давайте франц попробуем аккуратно два раза проехать францию французские французское кольцо это пытаясь аккуратно ехать здесь чуть-чуть ошибаюсь скорее всего но так у рад аккуратно аккуратно и следующий раз тоже пытаясь аккуратность проехать вижу конечно виде не остановился пока я там еду потому что это влияет дальнейшая аккуратность так как видно позиция одна из одного тут нет врагов нет соперников ну на примере французского этого кольца и сердечко мы покажем я покажу вам чем смысл этой игры давай уже финиш финиш но кольца не такой крутой как последний там так что можно и аккуратно пройти здесь уже ошибаюсь ладно но это лучше чем просто все время вправо поворачивать ну давай где где финиш все финиш так посмотрим видео ну тут есть попытайтесь снова главное меню можно выйти если надоело играть ну или снова попытайтесь снова наслаждаемся как я приезжаю этот момент ос колес вид сверху вид там сбоку не знаю сколько вот камера спереди без нас со всех сторон камера но 4 4 байк поэтому ему 4 4 мы выставили номер 4 наслаждаемся смотрим все это до финиша и попытаюсь я улучшить этот результат имеется виду допустим с другом сыграть почему допустим сначала играю я допустим да и потом передаю этот житель этот же телефон передаю другу и он пытается меня обогнать ров что ли там был ром все финиш ладно снова потенции вот этот двойник это который мерцает это мой двойник за которую я играл вот так что он своим мерцанием запутал потерял время но я сейчас должен обогнать его каким-то способом вот это только что который я недавно приезжал я должен самого себя обогнать показать лучший результат что я лучше сыграю не сказать все тут не успею потому что я играю примерно так же просто это мерцание с двойник меня запутал начали ошибся ошибся далеко уже он уехал так что результат хуже будет я скорее всего не догоню лан просто покажу дальше будет видео как мы соревнуемся показать могу не показать раз известно что это будет видео соревнования нашего смысл показывать лишь мне ошибиться вроде стал чуть-чуть я понять его кстати здесь в него я не могу врезаться ни каким образом все вот меня обманул я ну это же все ясно кстати я могу же выйти все выйти из игры ладно всем спасибо за внимание я в описании оставлю ссылки что не было вырезано напишу полностью вся информация будет доступна в общем ладно все пока выйти в общем и